Цветы на 8 марта женщинам дарили сотни раз. Подарок посерьезнее придумали в Центре культуры поселка совхоза имени Ленина. Для представительниц прекрасной половины человечества самодеятельные артисты, местные звезды и звездочки подготовили замечательный концерт. Бабушек, мам, сестренок и подруг поздравили песнями, танцами, стихами и акробатическими номерами. Час до начала концерта. Зал темный, пустой, но со сцены звучит музыка. Финальная подготовка праздничных номеров в разгаре. Мы распеваемся, мы настраиваемся, мы предварительно готовимся. То есть это не за неделю готовимся, мы песни готовимся заранее, подбираем репертуар, состыковываем с руководителями. Артисты, взрослые, юные то и дело мелькали в коридорах, суетились, наряжались в сценические костюмы. В это время гитаристы не торопясь повторяли свой номер. В принципе, песня уже готова. Мы ее репетировали где-то около двух месяцев. Я думаю, сам текст песни и сама песня будет по нраву девушкам на 8 марта. За соседней дверью разогревались облаченные в яркие платья участницы хореографической студии. И хоть предстоящий выход на сцену для девочек не первый, они все же испытывали волнение. Я хоть уже не первый раз, но все равно всегда перед выходом на сцену волновалась. Вот. И... ну я просто для мамы. Это я для мамы танцую все просто. Я очень люблю свою маму. Я хочу, чтобы она радовалась всегда. И она всегда мне помогает. И я ее люблю за это. А в зале уже потихоньку, выбирая места ближе к сцене, рассаживались зрители. Я очень переживаю, что дочка, чтобы слова не забыла. Вот. И мне очень приятно ее видеть на сцене. Первыми на сцену вышли юные воспитанники Центра культуры. В их исполнение, вызвав бурю аплодисментов, прозвучала трогательная песня «Поздравления с 8 марта». Концертная программа набирала обороты. Танцы, народные песни. Все артисты старались от души. А как же иначе? Ведь это подарок для самых дорогих и близких людей. Бабушек, мам, сестренок и подруг. Мне, честно говоря, волновались чуть-чуть. Все-таки показываем мамам, подарок делаем за 8 марта. Как-то волнительно чуть-чуть. Да, Лиза? Да. Я поздравляю свою маму с 8 марта. Мам, я любитель. Самым необычным номером программы стало выступление 10-летней Даши Панкратовой. Воспитанница студии цирковой атлетики порадовала гостей праздника новым акробатическим этюдом. Наверное, сильнее Даши волновалась только ее мама. Я сегодня больше переживаю, потому что в первый раз она будет выступать на велосипеде. И она говорит, что она тоже сама боится. Я даже не думала, когда пришел Виктор Федорович, мой учитель, сказал, садись на велосипед и готовься. Я сначала сказала, нет, я не смогу этого. Но я год усердно тренировалась, и все получилось. Вот такие яркие сюрпризы преподнесли своим близким звезды Центра культуры поселка Совхоз имени Ленина. Праздничный концерт, а он продолжался больше часа, подарил всем и участникам, и зрителям по-настоящему весеннее настроение. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.